Простуга. Проходим сразу, как среди людей. Они согреют ваши мягкие логи. Они рисуют солнце среди мрачных луч. Какая это? Солнечные люди. Я их так чувствую. По-стойте, по чуть-чуть. Они, муашь, самые-самые светлые, рисуют мир, открытый, для людей. Спасибо, солнечные люди, вам за это, за то, что мир нашел эти людей. И кто-то скажет, грустно, не случайно, что в глупости все это, как всегда. А я такого человека знаю. И даже я его целую иногда. Здравствуйте, дорогие друзья. Кто-то знает, кто-то, может, не знает. Я в этой школе, которая называется «Школа слепых и слабовидящих детей», учился. И вот здесь было очень много хороших учителей. Особенно Виктор Николаевич и Валентин Григорьевич. Это учителя в музыке. Все учителя, еще раз говорю, хорошие, но эти вот особенно хорошие. Я прямо стремился к ним, прямо бежал со всех угроков к ним, представляете? И вот мне даже говорили, не сделаешь общие образовательные предыдущие, не будешь заниматься музыкой, пока не сделаешь. Но так стремился к музыке, вообще. Очень мне нравилось заниматься на баяне, на духовом оркестре заниматься нравилось. Поэтому я думаю, что часть души Виктора Николаевича осталась со мной. Сегодня вы это услышите в песне, которую я вам спою. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Первая песня, которую я вам сегодня спою, это песня «Полностью мной написана музыка и стихи». Песня называется «Здравствуйте». Здравствуйте, я приветствую вас на ночах. Здравствуйте, говорите друг другу не раз. Пусть коснется сердце и откроет дверцы вашим дружким шаримой приветливый радостный глаз. Пусть коснется сердце и откроет дверцы вашим дружким шаримой приветливый радостный глаз. Пусть коснется сердце и откроет дверцы вашим дружким шаримой приветливый радостный глаз. Пусть коснется сердце и откроет дверцы вашим дружким шаримой приветливый радостный глаз. Пусть коснется сердце и откроет дверцы вашим дружким шаримой приветливый радостный глаз. Пусть коснется сердце и откроет дверцы вашим дружким шаримой приветливый радостный глаз. Пусть коснется сердце и откроет дверцы вашим дружким шаримой приветливый радостный глаз. Вот этой песней я всегда открываю в свои концерты, и всем она очень нравится. А вот следующий я хочу вам петь и спеть из репертуара Ивана Лешивцева. Это был такой гармонист, помните, он входил в золотую десятку, и он пел тоже очень замечательные песни, одна из его песен «Родники» называется. Тают синие рынки лесом, и летит сын рост на поле, это чудо-вода родников ясных гор и лесов и полей. Родники, родники, мы начало всех век и морей. Родники, родники, мы сточки в жизни моей. Родники, родники, мы начало всех век и морей. Родники, родники, мы сточки в жизни моей. Если я на пути уставим или я от завода доблюсь, Я к родимой земле наклонюсь, И лавы родникой напьешь. Родники, родники, Мы начало всех рек и морей. Родники, родники, Мы срочники жизни моей. Родники, родники, Мы начало всех рек и морей. Родники, родники, Мы срочники жизни моей. Ты к родимой земле наклонись, И лавы родникой и спеи. Сразу станет прекрасней жизнь, Сразу вспомнишь ты верный грузей. Родники, родники, Мы начало всех рек и морей. Родники, родники, Вы срочники жизни моей. Родники, родники, Мы начало всех рек и морей. Родники, родники, Вы срочники жизни моей. Эта песня очень любят у нас в глазах. Вы знаете, есть такой город в глазах населения? В этом городе я очень много играл и летом, и зимой. Представляете, зимой мороз. Я однажды играл в 37 градусов мороза. Это, помню, Рождество было. И вот у меня в руках был тульский баял. Я на нем играл, а люди говорят, как тебе не холодно? Я говорю, конечно, мне холодно. Но когда, говорю, такие песни играют для вас, и когда это приносит вам радость, это согревает, говорю, и меня тоже. А сейчас я хочу спеть для вас песни из репертуара Марка Бернеса. Наверное, все помнят такого артиста. Он очень замечательно пел, почти таким разговорным голосом, как будто бы и не замечаешь даже. То ли поет, то ли рассказывает человек, да? Так красиво пел он. И вот я хочу вам спеть песню, которая называется «Все еще впереди». Люди не можем достичь предела, «Все еще впереди». Лучшее слово и лучшее дело «Все еще впереди». Слово забудется, чудо свершится, Сбудется все, что пока еще снится, «Все еще впереди». «Все еще впереди». И от того, что вся жизнь в ожидании Селится в лет и возводится в здание, Все еще впереди, все еще впереди. И от того, что вся жизнь в искушении Созданы лучшие в мире творения, Все еще впереди, все еще впереди. Все еще впереди, все еще впереди. Не подпадите, пока что и долго, Сама лучшая в мире дорога. Все еще впереди, все еще впереди. Самая лучшая девушка где-то, Самая лучшая девушка где-то, Все еще впереди, все еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь я хочу сыграть вам в гитаре. Вот. Представляете, о такой гитаре я мечтал аж с четырнадцати лет. Это инструмент двенадцати струнных. То есть он также как шестиструнная гитара, и строит такое же, и все просто отличается тем, что у нее как бы на каждую струну попали струн, получается. И очень интересно она звучит. Вот обратите внимание, я сейчас вам сыграю песню «Как ты хороша июня ночи». Эту песню мы написали с моим другом, с которым мы учились в этой школе, Сергеем Ельцовым. Он написал стихи, а я писал минуты. Субтитры создавал DimaTorzok Я хотелось ревнуть перед рассветом. И приснилось мне мое село. Вновь увидел я картины детства Крики петухом в туманной земле Солнце восходящее встречаю И оно встает среди весов Медленно туманем разгоняясь Тени у заборов и домов Розовым сияем озаряем И светают капельки розы Подниму гонять и ручать А еще не снился он родной Но давно все так же, как и прежде Чем он подопадом за окном Верну я вон свои родные песни Парушка моя, что в доме то А по час рассвета поднималась На пороге встретила меня Здравствуй, тихо ласко сказал Короткие ночи и ёмские сны Их ты не будешь, все нужно будешь Иной день на смену им придет И забыть застанет грусти ночью Как ты хороша я И у меня Спасибо. Всех коллеги называют поездка в Москву в 2002 году. После поездки в Малахово сочинили. В Кустам сочинили. Да, в 2002 году. В том году мы сильно отличились. Съездили два раза в Москву. Первый раз в Москву попросили. Развлекали теток и братву. Пели мы там ярко, зажигали. И жюри кричала «Браво, кис!». Но на передачу мы что-то не попали. И, увы, на первом наши звезды не дожились. Но зато в Москве мы побывали. Видели культурные места. Были мы с семьей и фигали. Здесь была у нас семейная мечта. Жизнь купела. Все вокруг смеялось. Спельмила кухни всей страной. Очень весело эти дни промчались. Заполняя будни радуги цветной. Все прошло. И восемь наступила. Нас Андрей Малаков пригласил. Петь к нему с цыганами. Это было мило. Я ему мелодику с портретом подарил. На портрете мальчик из мультяшки. Выглядит так весело. Как маленький Андрей. Дочь его лепила из пластилина крошкой. Очень увлеченно. Много-много дней. И друзей впервые немало. Там на передаче у него. Слушали друг друга. Пели от баллов. Все цыгане мира и света своего. Как нас на родной земле встречали. В маленькой Удмуртии моей. Все постами, лайками интернет порвали. А потом смотрели все. Привет Андрей. Вот этот инструмент называется мелодика. Вы, наверное, видели его уже когда-то, да? Да. Может быть у кого-то есть. Так вот. Именно этот инструмент я подарил Андрею Малахову. Не просто так вот подарил, да? Вот взял его и подарил. А перед этим, перед тем как поехать. Вот посмотрели передачу. И он говорил про своего сына Сашу. И что он маленький мальчик. Еще что? Ему еще 6 лет. Что он ходит в детский сад. Думал. Вот. Как раз все соленья и варенья. А я-то что? Не рыван. Не дачник. И подумал. Подарил-то, думаю, я ему мелодику. И взял, привез. Ну, у меня была до этого такая же мелодика и маха. Вот. И взял ему, принес, подарил. Я говорю, вот это, говорю, для вашего сына. Но сначала, говорю, разрешите вам на счастье сыграть Чардаш. Сыграл Чардаш. А там музыканты, которые там были, очень классные музыканты. Они вместе со мной сыграли этот Чардаш. Так здорово было. Вот. Помните, наверное, видели, да? Эту передачу. Вот. А потом, когда, значит, прошла эта передача, меня московские родственники увидели и спросили, а на чем ты нас теперь будешь развлекать? Я говорю, да, есть два яма, есть еще кое-что, есть еще кое-что. Так что, говорю, хватит на чем. А нам мелодика нравится. Раз ты подарил, мы, говорит, тебе пришлем. Ну, ладно, хорошо. Все. И они мне просто так подарили такую же точку мелодику. Вот. И теперь я вам сыграю на этой мелодике, простите, вальс «Свет и тени». То есть вот такая д這一ет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот как душа раскрывается, да я под этот инструмент? Да. А теперь я вам дальше продолжу петь под баян Я несколько раз бывал на фестивале «Игра и гармонию лава». Ну, был на девятом и на пятнадцатом фестивале. И вот, там понравилась Насте за Вологиной частушка, сидит белка на суху, да хвостик кажет барсуку, барсучок ты барсучок, ты не долезешь на сучок. Я думаю, почему ей понравилась эта частушка? Оказывается, она была в этот день в рыжей юбке, и намек поняла, будто бы правильно. А песня была «Есть гармошки разные». И вот эта песня была, в общем, сочинена мной, в общем-то, получается, для этого конкурса. Вот, послушайте, пожалуйста, что за песня получилось. Есть гармошки разные, веселые и гласные, А жизни говорящие и души заводящие. О, подбери гармошечный, душа зажжется кружечный, Оно не разгорится, и ноги в пляс пойду. По площадкам плясуку девочки, Бог здоровый пришел, Как силь Naruto мальчики, И гармонистом пальчики, Да не просто charged кружечным три друг друга. В моей спектам плясуку девочки, Не просто доставка русских другха, По гармошку песенки, Как будто к счастью лесенки, И тут один к веселью, Здоровью и любви. Похерили гармошечки, Душа зажжется грушечки, Огонь и разгорится, И ноги в пляс пойдут. А как танцуют девочки, Как поселятся мальчики, И гармониста пальчики Играть не узнает. А как танцуют девочки, Как поселятся мальчики, И гармониста пальчики Играть не узнает. И к шурводинской дороженкой Катил-катил-катил, И к шурводинской девчончику Все вели перехватил. Мы с гармошкой пляс поем, Часушки вель зело споем, Так веселять и радуять Мы дружно заживем. Подперед горошечный, Огонь зажжется горошечный, Огонь разгорится, И ноги распорятут. Агонь попрыгают девушки, Как стыдятся мальчики, И гармонит собачьи, И грань не устаю. Агонь попрыгают девушки, Как стыдятся мальчики, И гармонит собачьи, И грань не устаю. Сынебетому суру Хвостик кажет парсунку, Парсунчок ты, парсунчок, Да не зависишь на сычок. Агонь попрыгают девушки, Как стыдятся мальчики, И гармонит собачьи, И грань не устаю. И гармонит собачьи, И грань не устаю. И гармонит собачьи, 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 И гармонит собачь, 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 песню из репертуара Геннадия Забологина, которую он сам пел, когда снимали передачу «Играя гармония» на министрове. Но так как у нас нет ни украинцев, ни молдаван, там-то они есть, а у нас-то их нет. У нас есть татары, удмурты, бессимяне. Конечно же, я текст немножечко изменил, чтобы в нашем краю мы гребли. Вот, кстати, вот эту песню, которую я сейчас пел, если хотите, можете взять на вооружение ваш корр. Спасибо. Если что, слова могу дать, ноты продиктовать, как говорится, по такому позрячему, конечно, не пишу. Пишу по правилам ноты, как я, когда-нибудь товарищ писал, и учил. Вот. Поэтому могу ноты только продиктовать, если что надо. А я вам сейчас пою песню из репертуара Геннадия Бумитриевича Забологина. В нашем крае ни гримят бои. В нашем крае небо голубое, в нашем крае праздничные дни, и выходим мы на круг с тобою. В нашем крае праздничные дни, и выходим мы на круг с тобою. И под песню хорошую, вдруг в связи не брошено, упоет, упоет, упоет. Коль застряли в груди слова, пусть живет ничем. Коль застряли в груди слова, песня радости все ж жива. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а теперь я вам сыграю марш, который мы играли в духовом оркестре вместе с Виктором Николаевичем. Играли его на протяжении многих лет. И очень так он вдохновлял нас на подвиги, чтобы трудиться над собой, чтобы стать хорошими людьми, чтобы в государстве что-то можно было сделать хорошее. Вот послушайте марш, молодой музыкант! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кто-то из вас, наверное, почувствовал дух того времени, да ли? Как мы раньше ходили на демонстрации, и нам прямо так нравилось, нас с оркестром выводили, и мы сидели, и мы сидели, хоть солнцепенку, хоть дождь был, играли, даже один раз приходилось играть, немножко снег падал, и мы играли, и все равно вспоминаем эти времена с благоговением, что только не играли, какие только марши не играли, какие вальсы только не играли. Вот мне запомнился один хороший вальс, березка называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А хочу я вам рассказать, как интересно я научился играть на баяне. Я когда пришел в школу, я уже играл на гармошке. И пытался подбирать все, что нравилось. Все, что слышал с пластинами, все, что слышал с кассет. Раньше же кассеты были, катушки были. Все, что слышал в кино, все после этого на свой лад пытался переигрывать. И вот. Предложили мне в школе научиться играть на баяне. Поставили меня баян. Баян был маленький восток, представляете? Полубаян. Восток. И то я, видимо, был настолько маленьким ростом, что он, то есть его вверх был выше моей головы. Ну, конечно, торчали только руки и ноги. И то, ноги в 7, да, до полный вставали. Как у Моцера? Сколько лет был тебе? Мне было 7 лет. И вот. И объясняю, моя девочка, смотри, глазами. А я что-то ничего не знаю. Что? Какие он думал, какие он думал. Какие он думал. И долго-долго я так полмесяца не понимал. Ходил к нему, но все-таки ходил упорно старался. А потом, значит, вот у нас в школе такой один хороший товарищ, Диман Золотарев, спасибо ему за это. Он говорит, а давай, Руслан, вместе с тобой сыграем. Ты на бормушке, я на баяне частушку давай сделаю. И что-то он сыграл вот эту частушку. И вот, представляете, я потом говорю, ну-ка, ну-ка, это ж баян. Взял баян в руки, перебрал все кнопки, такие там, нашел нужные. И нажал то, что нужно. Вот за ним прямо точь в точь повторил то, что он сыграл. Он удивился, как это ты говорил и повторил. Я говорю, я и сам не знал, как я это повторил. И потом, я в то время уже достаточно много песен знал в хоре, которую мы учили. И, значит, и произведение, которое мне давал Валентин Григорьевич на баяне, тоже смог сыграть. И потом пришел к Валентину Григорьевичу и говорю, здравствуйте, Валентин Григорьевич, а я вам сейчас все сыграю. Он говорит, что ты мне сыграешь, если на прошлом занятии не мог сыграть. Я говорю, все сыграю. Вот, например, вот Ленивезка стояла сыграя. Сыграю я ему эту песню. Он так удивился и говорит. А вот здесь вот, почему говорит мажорный аккорд? Тут говорит саптаккорд по правилам. Я говорю, по правилам, может быть и саптаккорд, но как-то он по звуку не подходит. Он все провоцирует. Вот этот звук провоцирует. И поэтому говорю, давайте, я говорю, мажорный аккорд, чтобы выиграть. Нет, давайте мы играть, как написано. И вот, и так и учился играть. А вот как петь я учился, это вообще уникальный случай. Тогда я первый раз на уроке музыки двойку получил, представляете? Всегда пятерки получал по музыке, и тут двойка. А дело было так. Учили мы песню «Как у перегровки». Наверное, многие учили в школе. Как у перегровки забавила спинка, ты ж, моя дышная перегровочка. И так грустно учили, сидели, чуть не плакали. Так жалко будет перегровку, что у нее там все заболело, спрещало, 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 да? Представляете? И я тут такой, что-то вдруг ни с того ни сего запел. «Как у перепелки заболели ушки». Виктор Николаевич как раз вел урок. Как услышал, а ну-ка, говорит Руслан, убирайся, говорю, щеши из колосса. И я быстро выбежал, так быстро, что у меня как-то туфля с ноги слетела, и я осталась в классе. И я говорю, «Виктор Николаевич, можно я свою туфель заберу?» Он так, «Забирай свой чертовый туфель!» Иди, говорит, отсюда, не приходи больше. Я так испугался в тот момент, что даже в духовую оркестру не стал ходить. Думал, «Ну все, ну, теперь, думаю, при всем духовом оркестре это все будет известно». Потом на ритмике как-то Виктор Николаевич, ну, на ритмике-то я ходил, потому что это обязательно предмет, все-таки преподаватели бы ругаться стали, если бы я на ритмике не был. И вот. И он говорит потом, «Ну, Руслан, спой-ка мне песню, вижу чудное приборье, так же, как ты в тот раз спел перепелку». А я спросил, «Виктор Николаевич, а пить больше не будете!» Он говорит, «Да нет, в этот раз, говорит, спой, в этот раз можно». И вот дал он мне текст посмотреть этой песни, выучил со мной ее. И вот. И я пел ее в школе. Конечно, колени дрожали тогда, когда первый раз пел. Но вот сейчас я вам эту песню спою, и вы опять почувствуете дух такого хорошего линия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В группу комсомольский хор, представляете, Виктор Николаевич играл, а я там пел, где бы я немного далёк. Мы тогда так обрады пели, Владимир и Марьян, помните, наверное, или не слышали бы эту песню? Вот такая вот песня была. И, ну, в общем, с этого времени я стал петь и аккомпанировать себя на баяне, но чаще мне аккомпанировал Виктор Николаевич. Он очень прекрасно аккомпанировал. Он, когда брал в руки баян, в его руках баян звучал как оркестр. Это-то вы уж точно знаете, наверное, да? Помните, как он играл? Он играет возле своего дома, а у нашей школы слышалось. Я как-то, что-то мы с пацанами играем в школе. Кто же это так громко играет, так здорово, так классно? А это, говорит, Виктор Николаевич играет. У себя дома, говорит, тренируется на завтрашний концерт. Вот так ребята сказали. Вот так это было стоило, так это было классно. Вот. И, глядя на него, мне, конечно, хотелось петь и играть на баяне и учиться на многих других инструментах. И вот. И однажды он интересный такой эксперимент провел. Мы ехали со Свердловска. Я играл вот этот марш. Привет, музыкантам, есть такой марш. Виктор Николаевич взял баян и заиграл вторую партию. Я это сводил, и когда приехал в школу, решил эти обе партии соединить на одном баяне. И потом стремился вот так вот играть, соединяя вот эти вот партии. И мне так это потому понравилось, что я и другие произведения потом так научился играть. А сейчас я хочу снова сыграть на мелодике инструментал «Последняя поэма». Я скажу об этой песне. Изначально эта песня была в медленном стиле. И у нас все ребята, кто играли на пианино, все играли эту песню. А сейчас я решил сделать ее в танцевальном стиле. Послушайте, как получилось. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 специалиста. И вот, и этот человек, его зовут Самвей, он своеобразно говорит по-русски, освоил русский, он, видимо, уже не на первом курсе учился в то время. Вот. Очень интересный человек. А к чему я рассказываю это? Мы с ним сфотографировались. Он на самом деле выглядит черный-черный, а на фотографиях как будто бы какой-то прозрачный получился. Почему-то. Ну, как бы с коричневого такой прозрачный получился. Вот так вот. И очень интересная была встреча. Потом в этом городе, в городе Иваново, мы не встретили тогда ни одной березы. Представляете? Это мой сопровождающий, который ездил. Он это подметил. Ни одной березки нету. Как так? Ты, говорит, рассеешь, что ли? Разве может быть Россия без березок? И вот родилась у меня вот такая песня. Посмотрите на наши березы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душа никогда не в огонь мой. Полюбуйтесь такой красотою, Не гонятся в южных краях. Да и песни давно не поются Те, что слышатся в наших местах. О любви, что зимой душу греет, О любви, что в огне не горит, От которой сердца молодеют, И душа никогда не в огонь. О любви, что в огне не горит, О любви, что в огне не горит, Душа прямо радовалась, когда я слышал, Что отсюда ездят, поют. Молодцы такие, так здорово. Воспевают родивый край. Это вообще замечательно. Природу родного края. Молодцы. Прям очень понравилось, как поэти. И вот. А сейчас я хочу для вас спеть песню. Вы, наверное, убедились уже По прошлому стихотворению, Что мы очень верим в Бога И исповедуем эту веру. Потому что без веры в Бога вообще жить В последнее время невозможно. Невозможно. И вот. Я хочу вам спеть песню, Которая называется «Наша жизнь, как свеча на столе». Наша жизнь, как свеча на столе. Чем ярче горит на земле, Чем светлее и короче дорога, Чем ярче горит на земле. Чем светлее и короче дорога. И летят, как урос слепский. Как трава зажигает, Отсыхает за летом. Если Он даны Богу, аминь. Никогда не жалейте об этом. Если Он даны Богу, аминь. Никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год. Богу верным останься, как прежде. Через жизнь образ Твой пронесет. Образ веры, любви и надежды. Через жизнь образ Твой пронесет. Образ веры, любви и надежды. Наша жизнь, как свеча, настанет. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу вам спеть еще одну песню. Как бы почтение родителей. У меня уже никого их нет. Ни мамы, ни папы. И, может быть, даже где-то и вам что-то на душу хорошее, какие-то светлые мысли придут под эту песню. Желтая Луна называется. Желтая Луна. Желтая Луна. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На меня с небес в самый трудный час У меня есть мама Ведь она глядит с любовью на меня с небес Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Желтая луна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь я спою вам под боям Самую веселую, самую молодежную Христианскую песню Под нее, если хотите, можете встать, поплясать Хорошая песня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не устали еще? Эту песню знают все каждый житель на земле!!! И грузин, и арменин, и французы, и белорусы, и прямовый русский мир, Украинцы все поют, и стоят, и молчат, немцы кручатся, кричат. Весом не сужают все, каждой жизнью на нем лет. Аллилуйя, аллилуйя, давай, давай, аллилуйя, аллилуйя, руки мне рукой снимай. Аллилуйя, аллилуйя, давай, давай, аллилуйя, аллилуйя, сердце в голову открывай. Украинцы все поют, и стоят, и молчат, и евреи, и, конечно, в русский день. Аллилуйя, аллилуйя, давай, давай, аллилуйя, аллилуйя, руки мне рукой снимай. Аллилуйя, аллилуйя, давай, давай, аллилуйя, аллилуйя, сердце в голову открывай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ А это вы молодцы и отдохнулись, скрепнулись. Здорово! Здорово вы умеете писать! А давайте теперь вместе с вами споем. Любите кейт? Давайте споем, знаете какую песню? «Подмосковные вечера». Знаете эту песню? Давайте споем вместе. ПЕСНЯ 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 А вот теперь я хочу вам посвятить песню, как был анекдотом Идут мальчики с девочками, мальчиками и девочками Хочешь, я тебе песню посвятю, она ему Ну, посвясти! Такой коротенький анекдот, действительно, столько смыслов можно И вроде детский юмор и так интересно это С того времени так вспоминаешь Как вы тогда, на самом деле, весело жили, здорово Я вам спою песню из одного кинофильма, я уже не помню из какого Если б гармошка у меня была ПЕСНЯ 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 Подружка моя. Мне, дорога, С одежды руки Сколько утра не дают Ведь для тебя все карманы в округе Лучшие песни поймут. Если в коробочках нет Все говорить не дают Зай, девушка, волночки делай Где ж кармашка моя? Где ж ты откликнешь Получка моя? Когда мы учились в школе Больше всего мы тут Любили евшургогинские ваши пряники Как мы их любили Мы с ребятами даже спорили на них Это у нас чуть ли не разменная монета была До того они были для нас целые вкусные У нас в Еру сейчас тоже делают новое Не то А вот евшургогинские пряники Это самые вкусные пряники на земле Вкус детства до сих пор сопрямился Я хочу вам спеть песню Песню С Игорем Симбаевым и с Игорем Матвеевым Представляете Я между двумя Игорем пел Загадал желание Чтобы вот так, когда выросло Петь сольную концерту И чтобы при этом сил хватало Представляете? И оно сбылось Так что чаще стойте Между двумя медвей с одинаковыми именами И загадывайте себе желание Только хорошее желание загадывайте У всех есть родные места И детство и юность прошли Забыли никак нам нельзя Загадывайте сегодня вновь Зимою и веком всегда В зиме и веку села И где в нему я Скажу не то я Со мной и в шургогиня моя И где в нему я Скажу не то я Со мной и в шургогиня моя Кругом зелениют леса Пруды синегою полны Потоков машин голоска Повсюду как песни слышны Зимою и веком всегда В зиме и веку села И где в нему я Скажу не то я Со мной и в шургогиня моя И где в нему я Скажу не то я Со мной и в шургогиня моя В полях созревают хлеба В бригадах работа кипит А кто еще молод пока За знанием в школу спешит Зимою и в и веком всегда Красивые и в д easily И где в нему я Скажу не то я Со мной и в шургогиня моя И где в нему я Скажу не то я Со мной и в шургогиня моя ПЕСНЯ 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 Счастья вам, дорогие друзья, радости. А хотите я вам еще про Ярскую? Про поселок, где я родился, рос. Конечно, хотите. Вот песня про поселок Яр. Написал ее мой хороший земляк Юрий Алексеевич Ова. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Хочу еще сегодня вспомнить песню одной замечательной певицы Маргариты Суворовой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты и правая, и левая рука, Унаслава. Ты помощница, и вдохновительная, и муза. Это точно, да, это хочется. Они меня называют «прогута». Нормально, точно «прогута». Она везде его в интернете продвигает, в ютубе продвигает, все у них чики-пуки. А тебе, Руслан, дай чай, чай и конфетки, чтобы в ютубе вечерами вспоминал о наших любимых краях. Спасибо. И еще раз, я всех благодарю. Пиши. Руслан, скажи, у тебя есть мечта? Есть. Можешь не говорить, какая. И сегодня каждый из вас может помочь Руслану осуществить его мечту. Если у вас в душе есть такая потребность, обладает Руслану, можете ко мне подойти, я вам скажу, куда это сделать. Хорошо? Вам можно так и сказать? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо еще, Надежда. Ага. Спасибо. Да. Я очень постаралась. У нас здесь сидят много наших знакомых. и я с небольшой их видна, ведь я нахожусь в сердце. Я была вам горожа. В горы с чаем. Вот вот... Диром . Диром . Диром . Я хочу такую историю сказать, можно, да? Значит, захожу, у нас есть такая небольшая выпечку делают, чебуррика называется. И вот захожу, а у вас хворост нет? Каждый раз говорят, нет хвороста, нету, нету хвороста, нету. И вот сюда приехал и в целый пакет хвороста. Какое это считать? Добрый вечер. Вот я, наверное, не открою секрет, что только что где-то за час примерно до этого мероприятия у нас в школе были грандиознейшие события. События, да, встречи выпускников. События, встречи выпускников, которые были пионерами всех поколений. Всех поколений. Правда, эти выпускники уже не 17-летние, может кто-то уже на пенсии. И вот, знаете, целых два часа, ну, событие это было великолепнейшее. И Руслан там часа два, знаете, играл, пел, аккомпанировал все. И вот, я подхожу к столовой, говорю, ну как это, мы можем идти еще на концерт. Вот, а ладно, мы хоть бы за столом посидели. Наталья ему так помогала, мы хоть бы посидел, отдохнул. Нет. Знаете, любимые доли вот музыкального сопровождения было на нем. И вот, и, знаете, вот как я из школы пришла домой, потом пришла домой, Владимир Павловичу говорил, у нас выступает ребенок. Он тут же согласился, только домой пришла, сразу сюда на тренинг. И, знаете, вот сижу и слушаю. И первое, с каким тренингетом он говорил о своем учреждении, как преподавателя Виктора Николаевича Валентину Григорьевича, который ввели его в светлый большой музыке. И сегодня тут сидят дочери Виктора Николаевича Даша в Санкт-Петербурге. Ой, как здорово! Ой, я так хотела с вами познакомиться. Вот так. Вы знаете, я думаю, если бы Виктор Николаевич, если бы Валентин Григорьевич были бы тут, с какой бы радостью, с какой бы гордостью они бы слушали на него. Но то, что дочери избрали дорогу своих родителей, разве это плохо? Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВИТВАЙ СОБЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 музыка. И вот хочу, чтобы в дальнейшем творчество его, в рецептах, дай Бог ему здоровья, его жене. И вот хочу, давайте мы поблагодарим, спасибо. Какие годы он учился? Я учился в 81-е по 91-е годы. Понятно. Я Руслану вообще не поняла. Я многих знаю. Как говорится, кама Виктора Николаевича на нервы. Вот он ни разу не был, да, ни сей внука не говорит, что есть такой внук, и что он такой внук. Вот так? Понятно. Ну, понимаем. Еще какие вопросы у нас есть? В следующий раз в Большой Зал уже я в Наталью приглашаю. Готов, поехали. Он говорит, Алла, давай, Ваня, спасибо, что пришли. Я хочу сказать, что это был пустой зал, а вот там тебе что, ему надо зрителя, ему надо зрителя. Большое спасибо, что пришли. Извините, пожалуйста, вот Наталья начала скажу, что какая святая улыбка, а вы заметили, в течение двух часов улыбка с него ничего нет. Я только заметила. Вы знаете, про концерт, когда было 37 градусов, а у нас было 40, только не холода. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РЫДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам всем, который придётся в неё за армянсультацию всего этого. Да, Даша, спасибо тебе тоже. Шучу, что счастливо. Потому что ты тоже хлопотала всё это. Да, с ней души. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Даша большого спасибо. Если бы не Даша, у меня бы вряд ли тут было бы... Даша, айда к нам. Сюда, подожди. Садись, Даша, ты с поля сходкаешь. Руслан, давайте генеральскую улыбочку, сделай улыбку, сделай улыбку, сделай улыбку, сделай улыбку. Пока сиди, чтобы ему не тяжело с Баяном.